МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Пост – это вода, которая напаивает нас и готовит источник бессмертия, говорил святитель Иоанн Златоуст. Вы смотрите программу «Мир православия» и далее будет о следующем. Благовещение Пресвятой Богородицы. Иконографическая символика праздника. Где на Руси впервые отмечали Благовещение как престольный праздник. Репортаж из самого древнего Благовещенского храма. 20 лет под покровом Богородицы. Юбилей прихода на Киевщине. Поминальные субботы. Наше ходатайство перед Богом о душах усовших. Самое первое место на Руси, где праздник Благовещения отмечали как престольный, – это храм на Золотых Воротах первопрестольной столицы. Киевские Золотые Ворота получили свое название по аналогии с Константинопольскими. Но архитектурно эти два оборонительных сооружения были разными. В частности, наши ворота увенчивались храмом, освященным в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Созданные еще в XI веке, и ворота, и храм составляют единый уникальный комплекс. Сейчас мы с вами находимся на самом высоком уровне защитного павильона Золотых Ворот. И перед вами надвратная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Современные научные исследования давно уже определили, что как Софию Киевскую, так и земляные укрепления вокруг города с Золотыми Воротами начал строить еще киевский князь Владимир Святославич. А завершены были уже его сыном Ярославом Мудрым. Ярослав Мудрый достойно продолжил строительное дело своего отца, что зафиксировал современник Владимира и Ярослава, киевский митрополит Русин Иларион, и записал в своем знаменитом «Слове о законе и благодати». Поскольку слово – это торжественная проповедь, написанная на два евангельских текста, которые читали на Пасху и Благовещение, ученые пришли к выводу, что Иларион произнес ее в день, в который совпадали эти два праздника. При Ярославе это произошло только 25 марта 1022 года, то есть 7 апреля по новому стилю. Именно тогда, в день освящения Благовещенской церкви, в ней перед киевской элитой прозвучало слово о законе и благодати. Ярослав, возведя Благовещенскую церковь на Золотых воротах, отдал Киев под благословение не только Богородицы, но и самого Бога. А Благовещенская церковь на Золотых воротах должна была защищать город от всех невзгод. Иларион называет Киев «богохранимым градом», а таким эпитетом в письменных источниках характеризуется Иерусалим и Константинополь. О внутренней отделке Киевского храма на Золотых воротах можно говорить лишь на основе археологических материалов. Очевидно, по традиции церковь была украшена мозаиками и фресками, а также резными деталями. В 1970-х годах были проведены масштабные археологические исследования под руководством археолога Сергея Высоцкого. Было найдено около 40 фрагментов штукатурки с фресковой росписью. Но, к сожалению, по этим фрагментам нельзя было установить систему росписи. Поэтому, когда воспроизводили церковь, решили ее не расписывать, потому что это все равно было бы неправдой. Никаких рисунков не сохранилось. И поэтому сегодня не только пол церкви украшен мозаичными рисунками, созданными художником-монументалистом Леонидом Тоцким, по мотивам пола Софийского собора, который сохранился с XI века. В 2014 году в церкви воссоздали традиционную для византийских храмов X-XII веков алтарную перегородку. Темплон из дерева и пирофилитового сладца, месторождение которого уже исчерпано. В центре алтаря престол, образцом для которого стали остатки престола со Спасской церкви конца XI-начала XII веков в Хмельницком. Сегодня и Золотые ворота, и надворатный Благовещенский храм – музей, входящий в состав Национального заповедника София Киевская. События Благовещения События Благовещения церковь сакрализировала не сразу. Лишь в IV веке святитель Кирилл, епископ Иерусалимский, установил отдельный день праздника. В то время зарождается Византийская империя, культура которой закладывалась на христианской религии. И именно тогда, библейское событие встречи Архангела Гавриила с Девой Марией, появляется в иконописи и мозаике. Сейчас искусство церковного орнамента приобретает новую популярность. Так нам удалось найти мозаику Благовещения, созданную недавно по старинным образцам. Мы в Киеве, в Зверенецком монастыре в честь Архангела Михаила. Мозаики, покрывающие стены храма, просто поражают. Даже не верится, что эти величественные панно сделаны из маленьких кусочков смальты. Для значительных площадей мозаики, сложных изображений, многофигурных изображений, уже уходит, ну, как годы может уходить на создание одного панно. Дмитрий Кунцевич в ювелирной работе выкладывание мозаики разбирается как никто другой. Более 20 лет назад он при Елизаветинском монастыре Минска основал стенописную мастерскую. Чтобы мозаики были не только красивыми, но и долговечными, Дмитрий подробно изучал состав материалов, которые использовали в древности. Когда картина становится достаточно понятной, можно приступить к набору уже в Левкас. Левкас – это известковая песчаная смесь, раствор, который уже тысячу и более лет практически не претерпевает изменений. В его состав входит гашеная известь, специально подготовленная, отмытая, кирпичная крошка из дробленого кирпича. На подготовительном этапе применяется волокна льна в Левкасе, бычущая желчь, куриные яйца обязательно добавляются. Чтобы создать сияющий фон, смальту покрывает тонким слоем золота. А вот и мозаика Благовещения. Она состоит из двух частей. На левой колонне изображен архангел Гавриил, на правой – Матерь Божья. Но почему библейский сюжет так разделен в пространстве? Здесь в данном случае сама архитектура так вот позволяет, и даже, можно сказать, она так задумана, что именно этот сюжет здесь он как бы просится сам собой. И тем более, что именно в этом месте традиционно в древних храмах, как правило, изображалось Боговещение. И здесь не случайно, что через… мы видим как бы в центре изображение Спасителя Пантократора, а по бокам архангела Гавриила и Божью Матерь. То есть архангел возвещает весть, а мы уже видим как бы воплощенного Богослова в самой Конхе. То есть в данном случае он очень завязан композиционно, этот сюжет с изображением в Конхе. В мастерской трудится около полусотни человек. Их работа пользуется большим спросом, о чем свидетельствует география заказов мозаики. Греция, в частности Афон, Беларусь, Россия, Черногория, США, Южная Африка, а также Украина. Настоятель Троицкого ионинского монастыря, архиепископ Иона, сотрудничает с белорусскими мастерами уже более десяти лет. Они изготовили и мозаичное изображение де-исусного чина на восточном фасаде храма. Эти мастерские отличаются удивительным качеством своих работ. Они работают в стиле палеологовского возрождения. Они ориентируются на лучшие образцы мозаичного искусства. Могут работать в разных стилях. И всегда все их работы отличаются высочайшим уровнем. Причем это не рабское подражание к каким-то классическим образцам. Это всегда творческая переработка и творческое создание того или иного мозаичного шедевра. В отличие от фресок, изображение выкладывания смальтой меньше подвергается внешнему воздействию. До наших дней сохранились мозаичные изображения V-VI веков. Их достаточно помыть, протереть, и они снова сияют, как новые. Именно поэтому вечный материал, как часто называют смальту художники, выбрали, чтобы украсить и крипту в Троицком соборе Ионинского монастыря, в которой покоятся мощи преподобного Ионы Киевского. В склепе планируется изображение явления Божьей Матери преподобному Ионе. Над мощами преподобного будет изображен Диисусный Чин, то есть Христос Спаситель с обращенным к Нему в молитве Богородицей и преподобным Ионой. Потолок склепа оформлен в стиле равенских мозаик, в виде такого очень красивого звездного неба. Живопись в камне украшает храмы по всему миру и призвана напомнить нам о красоте Небесного Иерусалима, золотого города под голубым небом, куда направлен наш взгляд. На второй день Благовещения Церковь чтит еще одного из участников этого события, того, кто принес Деве Марии благую весть. Архангела Гавриила. Ангельский мир особенно таинственный для нас, потому что из Священного Писания мы получаем минимум информации об этих слугах Божьих. Архангел Гавриил – один из трех архангелов, чьи имена мы встречаем в Библии. С еврейского переводится как «сила Божия». Гавриил несколько раз упоминается в Писании именно как небесный вестник, которого Бог посылает, чтобы передать людям свою волю о спасении рода человеческого. В Ветхом Завете архангел несколько раз являлся пророку Даниилу, раскрывая ему тайны пришествия Мессии, гонения Антихриста и конец мира. Евангелие от Луки начинается событием с участием архангела Гавриила, когда тот извещал священнику Захарию, что у них с женой Елизаветой в ближайшее время родится сын. Апостол Лука цитирует слова Гавриила к Захарии. «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и утешение, и многие рождения его обрадуются, и многих из сынов Израилевых обратит он ко Господу Богу их». После этого евангелист описывает и самое известное событие с архангелом-благовестником, которое мы вспоминаем 7 апреля по новому стилю. Архангела Гавриила почитают как вестника рождения, как символ начала. Его, как того, кто приносит добрую весть, считает своим покровителем, в частности, журналисты, писатели и даже почтальоны. Кроме традиционной среди других ангелов атрибутики, копье, меч или шар, как знак Вселенной, архангела Гавриила часто изображают с белой лилией, которая издавна многими народами считалась символом чистоты и непорочности. Сейчас вашему вниманию обзор событий в епархиях Украинской Православной Церкви. Архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий совершил закладку нового храма на территории Черкасского химического комбината «Азот». Инициировали строительство сами заводчане. А будущий храм планируют осветить в честь великомученика Дмитрия Соломского. Новый храм вскоре должен появиться и в горишних плавнях в Полтавской области. Освящение краугольного камня будущего Дома Божьего совершил вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии епископ Новосанжарский Вениамин. Храм будет иметь имена святых апостолов Петра и Павла и появится он в промышленном районе города. В городе Днепре состоялось собрание священнослужителей, опекающих заключенных. На встрече обсуждали особенности богослужения в тюрьмах в условиях карантина, а также возможности внедрения дистанционной работы священников и волонтеров с осужденными. В Светогорскую лавру привела гуманитарная помощь, собранная православными буковинцами для беженцев из Донецкой и Луганской областей, проживающих в обители, а также другим пострадавшим от войны в Донбассе. Всего было доставлено 27 тонн гуманитарного груза. Преимущественно это продукты питания. Также более тонны составляют средства личной гигиены и бытовой химии. К празднику Благовещения Богородицы студенты Киевской Духовной Академии и Семинарии вместе с насельниками Киево-Печерской лавры изготовили и развесили в парках столицы 50 скворечников. Этой акции, как отметили ее организаторы, будущие пастыри хотели напомнить о нашей обязанности заботиться о природе и всех божьих созданиях. Новые птичьи домики появились на деревьях на Певческом поле в парке Славы и на Водницком парке на набережной Днепра. На этой неделе у общины Благовещенской церкви Березани, что в Киевской области, был двойной повод для празднования. Храмовый праздник и 20-летний юбилей. Божественную литургию в День Благовещения Пресвятой Богородицы возглавил викарий Бориспольской епархии епископ Згуровской Амбросии. Ему сослужили духовенство храма и гости в священном сане. Божья Матерь Владычица Преблагословенная. Это тот мост, по которому мы идем к небесам, через который снисходит Господь, через который приходит в этот мир, через который ангелы находятся между нами. Это наша радость, наша заступница, наша Матерь, которая каждый раз дает нам благую весть. Для нас, конечно, покров Божьей Матери и Архангела Гавриила ощущается, поскольку даже некоторые из известных богословов 20 века говорят о том, что когда у тебя есть скорбь и ты хочешь утешения, то помолись Архангелу Благовестнику, Архангелу Гавриилу, принесшему весть Божьей Матери, и для тебя тоже Господь пошлет добрую весть. Город Березань, известный с начала 17 века, до 1917 года имел три храма. Все три не пережили лихолетии 20 века. Поэтому закладку новой церкви жители города восприняли как особую благодать. Анна Кондратьевна в храме с первого дня. 16 лет работает с вечницей. Я живу через два дома от храма, и когда мне сказали, что здесь будут строить храм, вы знаете, у меня не было радости. Я не знала, как это можно ощутить, такую радость, что это будет храм. Инициатором строительства стал отец Вячеслав. Задолго до того, как батюшка приехал в Березань, ему пророчили, что он возведет церковь. А посвятить храм он хотел именно Благовещению. У меня было давно желание. Я еще когда в Азербайджане служил, на Благовещении расцветали все вишни, тюльпаны, именно в эту ночь. Такой праздник светлый, это такой праздник исключительный. Он переехал из Полтавской области. Сначала жил у нас на завокзале. Затем, продав свое здание, начал строить этот храм. Конечно, помогали члены нашей общины. Строили все вместе. Не было спонсора, такого не было. Но помощь нам большая шла. Кто мог и чем мог. Строили долгом этот храм. Работы велись 10 лет. И в праздник Благовещения в 2001 году в церкви совершили первую божественную литургию. Впоследствии в порядок привели притвор и колокольню. Храм стал центром духовной жизни города. Здесь всегда многолюдно на праздники. Особенно тянутся сюда дети. Это, можно сказать, время, когда вырастает новое поколение. Есть уже те дети, которые выросли в этом храме. И даже больше скажу, за те 7 лет, что и здесь есть дети, которых я крестил, и сегодня уже некоторые из них даже панамарят или поют в том маленьком хоре Воскресной школы, который у нас поет за богослужением «Отче наш» традиционно. «Отче наш, и женись и на небесе, да святится имя Твое, да приидит Царствие Твое». Дети учатся здесь, в Воскресной школе. А некоторые из них на праздники поют в молодежном хоре храма. Взрослые тоже могут поучиться на катехизаторских курсах. Вся община ведет активную социальную жизнь. В течение последнего года также социальная работа проводится в нескольких направлениях. Одно из первых направлений – это обеспечение жизнедеятельности некоторых наших прихожан пожилого возраста, которые не могут посещать богослужения. Интересная архитектура церкви привлекает внимание. Кто-то, может, так просто остановился посмотреть на Дом Божий, а кто-то, возможно, отсюда начнет свой путь ко Христу. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за границей. На очереди международные новости. Власти Латвии выделяют церквям 235 тысяч евро в качестве компенсации в связи с коронавирусным кризисом. Выплаты обеспечат финансовую поддержку и частично покроют причиненные из-за распространения COVID-19 убытки и расходы на коммунальные услуги. Размер помощи духовенству составит 300 евро, но он не должен превысить 1000 евро за 5 месяцев. Материальную поддержку получат те, кто во время кризиса продолжал выполнять свои обязанности. Кстати, такая же помощь была оказана и весной прошлого года. В румынском городе Буштены на территории Харайманского монастыря прошло заседание Генеральной Ассамблеи Федерации Благотворительности Румынской Православной Церкви. Участники встречи проанализировали мероприятия, состоявшиеся в прошлом году, а также обсудили проекты на текущий год. В частности, активно будут развиваться две программы профессионального обучения «Советник по вопросам наркомании» и «Опекуны дома». В Италии, в Падуе, найдена утерянная во время Второй мировой войны картина «Пуссена». А масштабную работу на библейский сюжет под названием «Лот с двумя дочерьми, угощающими его напитком», вернули законным наследникам. Николя Пуссен – выдающийся французский художник, один из основоположников классицизма. Его работа, изображающую лота с дочерьми, была конфискована нацистами в 1944 году. Картину не показывали публике в 80 лет, пока в 2017-м ее не купил итальянский торговец-антикуриатр. По запросу наследников, карабинеры провели расследование и конфисковали картину как украденную. Ученые объяснили происхождение загадочных крестов на стенах храма Гроба Господня в Иерусалиме. Реставрационные работы позволили детально рассмотреть и изучить резьбу на камне. Ранее считалось, что кресты нацарапали средневековые паломники и крестоносцы. Археологи из Управления древности Израиля создали 3D-модели стен для сравнения. Они обнаружили, что все кресты имеют одинаковую глубину, а некоторые даже – маркировки каменщика. Вероятно, их нанесли в 15-м веке несколько храмовых мастеров. Задания им давали священники, получавшие пожертвования и вместе с ними просьбы изобразить на стене хрест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова срокауст, а лично принять участие в церковной службе. Тем людям, которым мы не дали при жизни внимания, любви, тепла, мы можем сейчас это восполнить. То есть молитва, она восполняет недостающие. Благодатью мы пытаемся покрыть и грехи. Это наша любовь к нашим ближним. Поминание усопших. Это очень важно по уставу богослужения. Вся тематика богослужения постного, она подразумевает покаяние. Родительские субботы дают возможность верующим почувствовать реальность единства всех членов семьи и живых, и умерших. Поминая покойных в молитвах, мы вписываем их в круг нашей жизни и надеемся, что когда-нибудь обязательно встретимся снова. Как сказано в Евангелии, Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него всех живы. В завершении посмотрим на церковный календарь. В понедельник, 12 апреля, церковь ждет память подвижника 18 века святителя Сафрония, епископа Иркутского. Во вторник, 13 апреля, день памяти святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. 14 апреля, в среду, мы вспоминаем преподобного Варсонофия Уоптинского подвижника 20 века. 15 апреля, четверг Великого Канона, день памяти преподобного Тита, жившего в 9 веке. В пятницу, 16 апреля, церковь вспоминает подвижника 9 века преподобного Никиту Медикийского. В субботу, 17 апреля, праздник похвалы Пресвятой Богородицы. 18 апреля, в 5 воскресенье Великого Поста, церковь ждет память преподобной Марии Египетской. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Береги вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин